Хорошие ужастики нынче очень редкое явление, но радует, что они до сих пор выходят, пусть и по одной штуке в год. В 2013 это был замечательный психологический триллер Oculus. По сюжету, в 2002 году в семье Расселов произошел несчастный случай. Десятилетний Тим убил своего отца, объясняя это тем, что в того вселился дух из злого зеркала. Тима забрали в психиатрическую лечебницу, но перед этим он вместе с 12-летней сестрой Кейли поклялся уничтожить это зеркало в будущем. Прошло 11 лет и Тима выпускают из больницы. Теперь он считает, что никакой мистики не было. Кейли тем временем искала то самое зеркало. Найдя, она принесла его в их старый дом, чтобы они с Тимом могли уничтожить его, попутно записывая все действия на видеокамеры, тем самым доказав невиновность Тима. Но зеркало так просто не даст себя уничтожить. Лучшие ужастики в последнее время получаются из многолетних замыслов режиссеров. Таким было It Follows в Oculus та же ситуация. Майк Фленнеган поставил кино по своему сценарию. К тому же оно основывается на его же короткометражке 2005 года. И именно преданностью исходному материалу можно объяснить то, что Фленнеган не пошел проторенной дорожкой, собирая штампы из прочих хорроров, а создал интересную и самобытную ленту. Прежде всего, закрытое пространство – идеальный сеттинг для триллера. И режиссер нашел действительно пугающие ходы. Внутри дома зеркало действует на психику, и невозможно сказать, что происходит на самом деле, а что является фантазией. Поэтому очень интересно наблюдать за тем, как герои вдруг обнаруживают, что все камеры стоят не на своих местах. Решив пересмотреть запись, они с ужасом осознают, что это они сами передвинули камеры, у них же об этом не осталось никаких воспоминаний. Или, например, Кейли ест яблоко. Как вдруг оказывается, что она пытается раскусить лампочку. Что из этого фантазия? Раз может произойти что угодно, то и бояться начинаешь всего. К тому же здесь классные актеры, достоверно играющие и ужас, и безумие. Что интересно, дети ни в чем не уступают по мастерству Брэндону Туэйтсу и Карен Джиллиан, сыгравшим тех же героев, только выросших. Спецэффекты в Oculus реалистичны, а музыка атмосферна. Даже тот факт, что нам параллельно показывают две истории, то, что происходит сейчас, плюс флэшбэки на 11 лет назад, не портит общего впечатления от идеального ужастика. Обе сюжетные линии достигают кульминации в финале. Кстати, концовка у фильма открытая, но я очень надеюсь, что сиквела не будет.